Можно ли, выходя из транспорта, подать женщине руку? Любовь к ближнему – это основные заповеди, основополагающие элементы концепции иудаизма, мировоззрения. Давайте разграничим это так. Если человек, мужчина в полном расцвете сил и желаний, и женщина симпатичная, посторонняя, которая ему в принципе в интимную близость запрещена, он ей подаст руку, то это естественно выглядит как вещь, как заигрывание, как нескромный элемент. Если говорится о женщине преклонных лет, которой очень тяжело спуститься с автобуса, с транспорта, и мы помогаем ей с единственным желанием, чтобы помочь ближнему своему, исполнить заповедь Всевышнего, помочь немощной бабушке, то здесь это, я думаю, только будет приветствоваться. Маленькая история с личной жизнью. Мы как-то были в походе, в семейном походе с большим количеством семей, имеется в виду. Были там женщины, дети, мужчины. И в конце, это называется Мирата Кемах, это в районе Мертвого моря в Израиле, есть такое место, достаточно длинная пещера. Она называется пещера мучная, потому что она выглядит как, из-за песка белого, она выглядит как мука. В конце пещеры ждала неожиданность, такой сюрприз был. Она заканчивалась резким подъемом наверх, и потом где-то на расстоянии метров трех надо было из норы вылазить. И там была беременная женщина. Она не знала, каким образом это ей сделать, а возвращаться обратно это было просто невозможно, потому что автобусы все стояли около выхода из пещеры. Молодой парень взял ее на руки, вынес ее по этому подъему, и это выглядело очень достойно, очень красиво. Ни у кого это не вызвало никаких отрицательных эмоций, все были там ультра-атодоксы, и это было очень хорошо и достойно.